кто все кто не хочет чтобы его записали могут уйти хочу рассказать очень серьезный ученый его тянули в америку он отказался к его спросили почему у вас все предсказуемо я вот знаю что будет через год через два что будет через пять он делает продукцию которую американцы не умеют делать у меня есть друг один американец спасибо большое кстати большое спасибо у меня есть друг американец он мне говорит слушай вы уникальные люди все что вы делаете не руками у вас идеально прекрасно получается особенно дети окей ну что ж тогда ладно поехали мир изменился это факт и единственное что мы можем сказать это нам снова придется подстраиваться под помните как у прекрасного корейча да попробуй там прогнуть этот мир пусть этот мир подстроиться по 1 сначала сначала это было карантин андрей скажи видно карантин слова потому что порядке небо у нас с точки зрения техники все прекрасно окей потом удаленная работа потом непонятный микрон а вот сейчас новое слово которое меняет наше сознание по большому счету сейчас наверное разница этого кризиса в отличие от предыдущих кризисов на мой взгляд и на по мнению моего моих близких товарищей связано с тем что он меняет восприятие мира то есть мы по-другому стали смотреть на мир несмотря на то что сейчас на видео идут одни цифры и они очень близки вам как независимым финансовым советникам то в целом можно сказать что повышающий тренд сожалению сегодня не идет но я буквально там если можно сказать какую-то там шутку может быть добавить буквально 25 февраля когда еще торги работали и все российские акции упали я их все купил сегодня там даже рост нефть на 20 процентов выросла но это наверное такая чисто случайность но в целом там как бы что-то что-то было но отрастало к сожалению не знаю что будет дальше с российским фондом рынка носу главное как я уже говорил это кризис поменял сознание и восприятие мира сегодня буквально разговаривал с одним очень влиятельным человеком сожалению не могу назвать его фамилии знаешь просто начнется буквально ощущение того что последствий начнется через два-три месяца через полгода как бы станет абсолютно понятно вот если ничего не поменяется на уровне вот вот этого провозглашенного рублевого пространства если оно реально не заработать ну что ж посмотрим мы реально реально простите за это слово снова оказались какой-то новой реальности и эта новая реальность заставляет нас иначе смотреть на жизнь на то что ты думал что ты делал можно ли чем-то говорить можно ли выступать то есть как бы твои внутренние свободы а говорить сейчас о свободе вообще наверное наверное сложнее всего они как-то подверглись очень такому резкой кастрации простите меня дамы присущие присутствующие за этим столом да но это новая реальность совсем по-другому дети которым в школе преподают этот урок всем провели там мои дети тоже мне двое детей там старший егор младший совсем там ему сейчас год но и в школе им говорят сюда вот происходят такие события групп и мы с дочкой шли ей 10 лет мы мы пытались поговорить с ним эту тему и она конечно была очень сильно удивлена о том что в настоящий момент такие события при которых там происходит жертва и струн стоить с другой стороны я поговорил психологами и они мне сказали очень простую вещь это и здесь мы сейчас находимся в состоянии страха а это первое что приходит нам в голову то мы должны просто осознать простую вещь что это не наш страх и это не наш выбор вообще бояться это не выбор человека это навязано из невоздействие знаете хочется сказать о том что ну как бы сон есть такое понятие сновидение или управление сновидением когда вы во сне вдруг видите что на вас там плывет к вам акулу вы просто какую-то минуту это же сон в принципе можно также работать со страхом и если мы поздно понимаем что происходит какое-то состояние навязанного извне действия элементарно нужно просто хотя бы сменить место сменить встать пройтись там не знаю просто отвлечь фокус внимания знаете есть прекрасный фильм называется пароль рыба меч джоном траволта и он проводил все свои преступные махинации очень простой вещью надо отвлечь человеческое сознание пока но сознание приклонных точки а ты можешь точки б делать все что угодно так вот в целом происходит примерно то же самое если у вас есть ручка лесочек можно записать если нет я потом могу прислать эту презентацию но я прошу в этот момент коллег которые со мной находятся по ту сторону экрана или по ту сторону просто спросить а что реально если есть понятие страха то чего мы боимся то есть что какой страх присутствует во мне внутри и вот эта рефлексия письменная она очень хорошо помогает происхождение сознания и выявлению тех моментов которые на самом деле присутствует о том что реально меня тревожит чего я опасаюсь о чем бы я хотел поговорить с кем-то и фиксируя эти моменты можно попытаться просто снять фокус внимания ну а дальше простой вопрос а как бы я мог решить возникающие проблемы и какие могут быть пути реализации для того чтобы это сделать я понимаю что сегодня у нас не будет возможности нет желания там что-то записывать просто послушайте и если нужно мы это сможем там обсудить как тогда дальше моя задача попытаться близким своим людям и темскими работаем клиентам пытаться рассказать а как можно отключиться в бурю и для себя я сейчас использую очень простые три метода первый метод это физическое отключение мобильного телефона то есть это чем мобильный телефон или интернет в квартире на какое-то время для того чтобы просто сосредоточиться на чем-нибудь то есть мне нельзя дозвониться я не могу посмотреть на новостные каналы и что-то еще второе концентрация на задачи концентрация на задачи я беру просто самую простую задачу самом ближайшем горизонте планирования один день и просто эту задачу беру решая от начала и до конца это позволяет мне не отвлекаться на внешние раздражители и просто действие знамите такими примитивными шагами сделал дело гуляй смело сделал дело гуляй смело и третий способ который позволяет мне отличиться это переключение то есть я физически когда я понимаю что все меня накатывает одна моя близкая знакомая говорит не знаешь я тут почитала у одной блогерши и она говорит интересные вещи вот там относительно того что происходит ягод она использует такой термин справляюсь ягод вчера ведь справлялась до обеда тоже справлялась вот после обеда я уже не справляюсь и вот как я когда чувствую что нет возможности справляться физически просто выхожу на пространство на открытый воздух я выхожу из квартиры иду в ближайший парк и хотя бы минут 20-30 я просто гуляю для того чтобы немного восстановить я не умею к сожалению медитировать наверное это как тоже помогает в целом есть у всех свои задачи все свои вопросы и я думаю что каждый находит для себя свои какие-то способы переключения если у вас есть какие-то поделитесь может быть прямо сейчас о том какими способами там решаете свои как вы переключаетесь в этой ситуации андрюш может быть ты или коллеги наши хотели бы сказать циклические виды спорта циклические виды спорта роман мне может проще я серьезно занимался альпинизм и задаю вопрос страх бывает животные конкретный конкретный страх к ты боишься чего-то конкретно поделитесь пожалуйста мне очень интересно а я не знаю просто те кто не научился побеждать животный страх их уже нет они погибли рома это вот у меня тоже приблизительно такое но я это инсайдом назвать надо тяжело но я несколько раз был ситуация как действительно рискует жизнью и когда ты можешь уже сравнить то что происходит здесь тем чтобы вот там то ты понимаешь что вот здесь это страх другого плана животная история она ушла после того как ты несколько раз осознал себе ситуации когда было по-настоящему действительно страшно сравнивая с тем текущей ситуации она просто другого в другой порядке другой плоскости и вот этот вопрос животного страха ну хоть конкретный пример идет камнепад вот масса камней что делать известно что делать надо спрятаться за выставку положить на голову рюкзак те кто пытались ворачиваться от камней их нет а я вот есть слава богу что вы с нами а как вот с этим обстоятельством сервер говорят если вам не страшно то скорее всего вы вряд ли активно оцениваете окружающие а я лишь немножко про другое говорю что вот в той ситуации тебя страх будет в любом случае то есть никак не печься но вот здесь находясь от читая новости у тебя этот страх уже не возникнет потому что он совершенно другого плана и у тебя другие ощущения от него если просто уже знаешь что такое по настоящему страшно и что вот страх там тех солдат которые на войну там объективный до страх он отличается от тревожности которые используют и довольте 20 человек это некое чувство которое и до конца неопределенности тревожности не всегда объективизировано это проблема это накапливается это может привозить на своей профессии вот это можно даже называть страхом но это мне кажется то чего страдает сейчас потому что физически ничего не угрожает нет но вот эта ситуация неопределенности тревожности не всегда объективизирована эта проблема как раз как раз это и пытался сказать что многие люди не условно говоря у них тревожность может перейти в что-то сходное и так далее и вот как раз вот ситуация когда ты но есть много людей у которых нет разделения наверное надо рекомендовать людям ром мы готовы двигаться дальше а то мы сейчас уйдем в дискуссию нас тут много а ты-то там стихаря сидишь где-то в ящике не я все слушаю все слушаю и еще еще очень важный момент вот мы проговорили про страх да и про то есть вот я говорил что способы для меня сегодня это вот упрощенная модель жизни как ни странно да это план ближайших действий чем проще тем лучше поставил задачу результат и горизонт планирования день не больше хотелось планировать дальше но как показывает практика ничего не получается из этого соответственно вопрос тогда я задаю себе цель вообще какая моя цель в текущем моменте и ответ на нее на мой взгляд он позволяет как-то вот сбалансировать между состояниями между ресурсами возможностями и соответственно можно как-то опираться хоть на что-то твердое в этом смысле и здесь еще очень важный момент мы с андреем часто говорим на эту тему я тоже я в целом приверженец понятия в корпоративной культуре это ценностей в личной жизни это восприятие мира через свои ценности эту ценностную модель и вот понятие принципы ценности они для меня немного совпадающие здесь вопрос заключается следующем а что я на что я реально что сейчас мой конструктор на что я реально опираюсь и и тут возникает вопрос как только я описываю себе свой конструкт я начинаю думать а что происходит с моим почему вчера было так сейчас так что повлияло на самом деле моё это не моё вот поэтому проблема заключается в том что реально поменялось моё восприятие мира и для меня это очень сложно потому что я смотрел на мир одними глазами а теперь я смотрю на него другими другими не могу сказать какими у каждого взгляд свой вообще каждый из нас он видит свой собственный мир при всем при этом и задача как-то попытаться научиться договориться я перестал вступать в дискуссии я не отключаю комментарии в социальных сетях там я перестал на них обращать внимание но я понимаю что сегодня мир как-то поляризовался и вот даже такие простые вещи как ты говоришь мне очень больно от того что происходит там люди начинают тебе писать в комментариях мы разочарованы в том что тебе больно мы разочарованы в том что ты не сопереживаешь а переживаешь и больно это какая разница здесь вопрос другой каждый воспринимает мир по-своему соответственно дальше непосредственно слайд специально для вас приготовлен а что делать с финансами как вообще выживать в этих финансовых условиях ну и здесь вопрос очень простой пора сесть за таблицей из трудно опираться на какие-то проекции прошлого ищем ищем варианты сейчас считаем вот наверное может быть кто-то может поделиться из вас какими-то вот лайфхаками мне было бы все равно интересно даже хотя бы очень быстренько так хотя бы два-три каких-то вывода который каждый для себя сделал в отношении своих собственных финансов не говоря уже о том что это ваша профессиональная работа андрюш может попросишь коллег наших высказать коллеги я свою таблицу пересчитал уже несколько раз у меня уже энное количество сценариев таких голове сложилось так или иначе как может сложиться то есть это то что ты говоришь что то есть мы это прямо все уже хором сделали и одна из собственно последствия этих игр это то что я купил парусник собственно говоря это про то что говоришь короткую цель да то есть это я не сторонник однодневных целей то есть цель на один день то есть я посчитал что мне нужна цель относительно не длинная то есть на два-три месяца но яркая и интересная вот поэтому у меня появился парус я посчитал ряд там возможных активов которые должны быть переоценены по строительной истории и думал какую ставку сконтировать и вот делал там большой разброс в глядя на на доходность по облигациям там по коротким доходам по ОФЗ доходность все что я такое более-менее посмотрел что меня это сильно ужаснуло что размер этой большой жопы задницы я даже не представляю реально вот это вот чувство тревожности оно меня это из таблиц сильно это уважанило я это делал бы вообще честно и стал слушать тех оптимистов которые создавшие песни я на них смотрю как в цирке маклова честно нормально но это единственное это как это кого там формят индейку к новому году да гусыню они же люди они так оптимистично все делают я думаю либо я слишком пессимист либо они ни хрена ничего не понимают да могу сказать посередине я ситуация будет другая чем я ее представляю даже я точно знаю что будет по-другому чем люди себе это представляют но как я даже не могу представить я могу поделиться как бы своим опытом я наверное здесь старше всех абсолютно точно занимаюсь своими финансами уже лет шестьдесят поэтому мне остается все меньше я как бы разделил ну условно большой возраст взял на то что у меня есть и понял что мне ни один кризис не страшен поэтому я спокойно живу боишься этот опыт он не приведет пока не масштабируется тут было два момента первое я начал заниматься своими финансами еще в Советском Союзе ко мне было 15 лет я разводил рыбок относил их за магазин и получал деньги на них я купил кооперативную квартиру потом я ее поменял на большую потом я ее продал вот ну в общем все время вот а в семь лет я начал менять марта анекдот за игрового прикраска можно дополнить мысль Алексея вот я от этих дел делал то же самое там все эти вот личные таблички я считал считал и понял что они спокойствие точно не приводят мне кажется чем больше я считал что я понимал что как бы все в противоположную сторону идет почему потому что вот этот градус неопределенности он настолько высок что я понимаю что я могу сам планировать ну ровно что угодно вот это почти все равно не планировать поэтому сами по себе таблички я забросил но мне помогает как ни странно считать вообще ну то есть заниматься финансовой математикой не свои вообще да вот почти если хотите чистой науки у меня есть проект связанный с алгоритмами финансов там вот это описки данными я помню просто что вот есть проект мне заниматься интересно там куча математики которая может быть там никому больше никогда не нужна будет а может быть все таки она будет востребована еще тогда поэтому я чужой занимаюсь мне это приятно а личные таблички меня не спасают это тромка той вот вдохновляющей относительно короткого горизонта цели да то есть вот мы берем погружаемся и вуаля таблички посмотрели и ужаснулись вернулись время да ну потому что я рубанул вот как ребята говорят непределенность я соответственно посчитал стоимость активов по то где я думаю уже не упадет смотреть на это реально страшно но я постарался просто максимально это принять то есть ну вот такая новая реальность то есть соответственно дальше все идет только в плюс ну и если ты принял вот этот вот нижний вариант да то есть просто берешь там и худший вариант и понимаешь да а все остальные варианты становятся лучшими вот сейчас открылись лучше чем то что я считал да то есть у меня уже там есть плюс я не подложу итоги я просто говорю что по сравнению с худшим вариантом так рома тебя остановили окей вот уже чуть больше года я случайным образом а мне вот случайным образом вовлекся в яхтинг и да и собственно говоря на яхте ты понимаешь одну простую вещь сейчас где-то тут у меня был с слайд про яхту сейчас я покажу уже тогда ага вот и так получилось что однажды мы действительно попали в шторм и как оказалось я тогда еще год назад не понимал о яхтинге ничего как оказалось что как раз когда тебе негде встать у берега то яхту твою разобьет и лодку разобьет и мы вынуждены были уйти в шторм прям практически там ну постарались обойти но ветер был до сорока узлов волн где-то два с половиной три метра хорошо что ветер был южный ночь и мы вместо того чтобы пять часов пилить из ялты в волоклаву долетели за два с половиной часа так вот о чем была речь то что несмотря на то что мы сейчас как бы там в семье в близкими отношениях с людьми с какими-то в коллективе сейчас сидите в ресторане если взять образ на нашу жизнь то по большому счету на корабле мы одни то есть по сути я всю жизнь каждый из нас это такой свой одиночный поход и не случайно же еще недавнем нашем прошлом когда мы легко летали во многие страны на самолетах нам говорили приятного вида стюардессы которых тысячами сейчас высвобождают авиакомпании о том что сначала наденьте маску на себя а потом на ребенок и вот моя задача была сообщить людям что давайте найдем способ того чтобы восстановиться себе самим найти себе силы каким-то образом дать себе возможности поиска той энергии я слышал сегодня прекрасные замечания из коллекции присутствующих что есть такие инструменты где мы можем по-настоящему каким-то образом как ты говоришь андрей я принял дно а дальше все чтобы не было я уже в плюсь и вот тебе пожалуйста какая-то мотивация которая у нас может быть соответственно себя способы восстановления самого себя а потом и всех остальных соответственно вопросы главные что мне делать самому и как управлять сотрудниками команды или с кем-то еще то есть как находить в себе там два ответа на этот вопрос если какая-то волшебная таблетка нет соответственно если готовы решения тоже нет но есть опыт вот мне было очень приятно слышать коллегу который 60 лет управляет личными финансами вряд ли его может что-то испугать единственное о чем он жалеет вернее о чем он думает что каждый день это и есть победа вот еще один день добавился и это прекрасно а два год десять пятнадцать столько сколько отпущено поэтому все будет прекрасно и а как найти в себе силу в энергии это через общение мы настолько социальные существа что нам нужна поддержка вот возможность как ни странно сейчас в этом состоянии в этой кризис состоянии это вновь обратить внимание на тех людей которые тебе дороги и здесь можно сказать следующее есть прекрасная техника она называется круги дамбара или круги близости где вы берете чистый лист бумаги в центре рисуете себя и несколько кругов а потом пытаетесь отнести всех своих людей которых вы знаете в разные круги и потом начинается анализ а почему здесь с этими людьми а почему здесь с этими а может быть надо что-то передвинуть может надо как-то поработать и это простая такая вещь которая помогает очень сильно сделать такую ревизию своего внутреннего окружения это раз второе это наверное знаете уже такое набившая оскомину но все же я ее тоже скажу это токсичность есть люди с которыми очень тяжело разговаривать может быть в прежнее время я бы еще выслушал там норовоучение или какие-то там значимые там доказательства факты того что одна сторона права или нет я считаю что это нет смысла переделывать людей это невозможно стать на их точку зрения я не хочу и самый простой способ если ты попался в эти сети каким-то образом свести разговор на какие-то более нейтральные вещи и сделать так чтобы тебе было комфортно и еще одна интересная вещь я думаю что она полезна я это проделываю регулярно есть такое понятие как личный board board of directors или личный совет директоров есть три простых вопроса на которые я иногда себе отвечаю а каких людей каким людям я бы сказал спасибо за то что я есть сейчас здесь каких людей я бы поблагодарил за те решения которые казались мне на первый взгляд неправильными но я приняв их осознал их мудрость кому я могу сказать спасибо за мудрость и третье кто в какой-то сложной ситуации жизни меня просто поддержал словом делом или просто похлопал по плечу поддержку и всего этого списка я иногда управляю 35 человек которым я звоню и говорю так дорогой мой андрей парадич например ты знаешь я бы очень я очень всегда наслаждаюсь твоей глубокой мудростью твоим осознанием мира восприятием и очень рад что много-много лет назад познакомиться с тобой знаешь сейчас такое тяжелое время позволь мне иногда звонить тебе просто для ты находишься в списке моих близких людей которым действительно являются такой мой внутренний совет директоров я гарантирую что и андрей было бы тепло от этого и вот я тебе сегодня об этом говорю и всех вот и мне тепло и это очень важно такие вещи просто взять личный позвонить какие-то моменты пропущу наверное вот этот слайд основной которым я пытаюсь упрощенно передать модель конструкта человека восприятия мира образа мышления убеждений и ценности принципа единственное что мы можем наблюдать за человеком это его поведение мы можем слышать речь но все же мы действием поступки знаете такое интересное было сегодня видео прислали мальчик и девочка мальчик несет девочки торт при этом всячески не очень хорошими словами как там говорите то что он начинает взрываться он или ты же просила мне сама сказала что слова поступки важнее слов вот да мы наверное не пойдем туда а все же как бы поговорим о том что поведение это демонстрация того что для нас важно в настоящий момент по большому счету на если взглянуть внутрь человека то в основе будет ценность вот наш конструктор который помогает нам принимать решение каждым секунду некие наши убеждения то то что мы набрались с практикой с опытом нашей жизни а все принципы убеждения формируют некие очки реаль восприятия реальности это знаете как мы приходим на 3d фильм в кинотеатр и нам дают очки один красный другой синий и нам уже картинка восприятие меняется то есть получается из плоского двухмерного изображения мы вдруг видим прекрасные красивые формы этого фильма актеров там пейзаж и собственно так вот и мы по сути через убеждение через ценности мы смотрим на этот мир и у каждого мир свой разный что что характерно мы можем наблюдать на модели поведения и здесь возникает вопрос от чего зависит модель что и что что в основе этого и мы с вами посмотрели что поведение зависит от ценности убеждений и через эту призму смотрим на на образ мышления как это формируется через какие принципы какими моментами решениями ну есть по сути на самом деле всего лишь там несколько главных инструментов первый это серьезная работа над своим собой и 2 это мощное резкое воздействие внешней среды когда ты уже не можешь вести себя по-другому у вас я звук думаю хороший и по большому счету сейчас будет видно чтобы изменить имеющийся результат которым где мы находимся нужно изменить свое поведение а поведение мы знаем что это концентрат ценностей и убеждений через образ мышления в этом поведении и тогда поступки наши могут поменяться сами очень легкая фраза очень легко сказать но невероятно трудно сделать и как это сделать вот приведу вам пример такого знаете подхода это ценностно ориентированный подход когда мы говорим что мы внутри определяем что для нас важно пытаемся анализировать из того что сейчас у нас есть знаете сейчас вот эта фраза прямо сейчас мы возникла я последний запрос не последнюю неделю переговорил со многими людьми которые в отношении ценности для меня имеют значение то ли они кроль потом я поговорил с константином харским который написал книгу большая перемена очень интересная книга я поговорил с игорем стояновым это основатель сети лаборатории имидж лаборатории персона и с основателем смыслотеки сергеем гембличем это люди которые ну там достаточно много времени опирают работа в отношении на ценности и вот главный принт знак того что нужно что-то менять для людей осознавать что если ты понимаешь что текущая моя ситуация в которой я нахожусь она меня не устраивает значит вопрос тот конструкционный привел меня в эту ситуацию что-то мне нужно подкрутить соответственно а что я считаю для себя ценностью важный вопрос давайте просто если можно там андрюш помоги мне смодерировать там может быть пара фраз а что наши коллеги для себя считают ценностью из чего состоит их внутренний мир ну-ка не то какие семья любовь там верность а вот что такое это опять же какая ценность а вот что это такое вот как вы это себе идентифицируете вот я про что сейчас говорю исходя из тот принцип из которого ты действуешь за что ты будешь или ром ты имеешь ввиду что такое свобода сама по себе или меня нет именно вот принципы сейчас отличный ответ принципы за что я готов действия что готов отставить знаете было очень интересная как кейс очень запомните был такой господин прохоров счастью он жив-здоров у него сейчас тоже есть все что у него было и когда-то он номинировался на президента российской федерации миша что меньше да 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 и а так как у него не было семьи в том момент и не было детей его ответ был очень характерен его спросили а за что вы готовы умереть и он ему сказать то ничего было а потом видимо он там подсказал за племянницу ну все поняли что это был такой придуманный ответ и вот ну для по моему тут как раз ценность понятно да это нечто такое важное за что ты готов там действовать андрюш попроси пожалуйста еще высказаться каких кого-нибудь из наших присутствующих уважаемых людей нет 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 ценности это просто то что но для меня это тоже пользу чего ты выбираешь из всех вариантов это вот как когда возникают там две ситуации ты должен выбирать в сторону не свобода выбора нет нет ты можешь выбрать из пяти разных вещей ты свободен выбрать из пяти ты выберешь именно первое потому что это твоя ценность ну то есть да мы скорее здесь говорим что условно говоря делая жизненный выбор какой-то ты делаешь выбор в пользу того в основе чего лежит твоя ценность то есть попить там на на квартиру или там на скоростную машину ты выбираешь исходя из того что для тебя вот как раз там свобода драйв или там условно говоря семья там смена поколений вот это все супер могу сам сказать я наверно не очень типичный человек для меня всегда было самое важное состояние близких мне людей то есть мое я как-то меня никогда не интересовал спасибо большое за ваш подход за вашу за ваши ответы ну главное чтобы то что мы считаем ценностью было для кого-то важно в какое-то конкретное время и вот самое интересное что если бы сейчас каждый из нас сделал небольшой срез а мы сейчас в это поиграем такую как бы возможность проанализировать как мои ценности изменились то было бы понятно что в это время поменяется что-то другое ценность по большому счету это все то что может быть субъективно важен для нас в какое-то время для кого-то это свобода для кого-то это там легкость близкие там или еще что но именно поведение человека демонстрирует его истинные ценности как говорится говорить можно о чем угодно а вот то как ты себя ведешь то на что на самом деле для тебя важным есть много-много способов выявления ценности например там для тех кто достаточно усидчивый или для тех кто готов на это инвестировать чуть больше времени чем просто вот встретились поговорили я предлагаю там хотя бы пять десять пятнадцать двадцать дней отвечать всего на один вопрос себе просто в какой-нибудь заметке или блокноте а что было для меня важного в этот день а второй вопрос который задать к этому а почему и вот анализ вот этих записей записей в течение какого-то времени позволит реально просто проанализировать а что действительно важное жизни сегодня есть как я уже говорил что именно от той системы ценностей в которой вы находитесь сейчас мы видим этот окружающий мир и все что мы говорили вселенная спецоперации вселенная нашего мира и возможно это будущие проекции наши что нас ожидает никто не знает но мы видим и смотрим на мир исключительно от нашей системы ценностей но наша система ценностей моя система ценностей это знаете как луч фонарика в темной комнате он не может не осветить 360 градусов он позволяет нам видеть часть этого мира у андрея которого я вижу на протяжении всей своей лекции как будто бы единственного своего у него второй фонарик и мы вместе смотрим и наши лучи уже больше выхватывают а если мы освещаем одно и то же это значит наши ценности совпадают и мы можем с друг другом видеть друг друга и понимать о чем мы думаем потому что человек может научиться переключать восприятие и перестраивать приоритеты ценности в зависимости от текущей ситуации исполняемых ранее знаете хотелось бы снова предложить вам маленькое упражнение но я думаю вы дома можете его себе сделать оно звучит очень простое моя роль и ситуация вот такая простая табличка который вот с одной стороны роль с другой стороны ситуация и роли могут быть разные роли это социальная модель поведения человека который отличается от другой социальной модели например мы с андреем друзья но сейчас я условно выступающий а он слушающий я в данный же момент времени отец потому что меня за стеной там в данный же момент времени я нахожусь еще какие еще какую-то роль свою выполняю поэтому вот понимаете там я условно профессионал в управлении не в том то еще я бизнес коуч консультант я менеджер там у каждого из вас много 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 тоже своих ролей и собрав все роли в кучку можно понять а как это роль в этой ситуации реагирует какие если не ценности и как они между собой взаимосвязаны и что я могу поперестраивать какие роли для меня сейчас наиболее важны соответственно доминирование каких ролей вернее доминирование каких приоритетов было бы сейчас максимально полезно для меня из этой таблицы когда мы выделяем что вот эти мои ценности в отношении нашей роли они сейчас я задаю себе вопрос чтобы мне сейчас как-то выбраться из этой ситуации построить основу на себе что для меня приоритетно важно где на что я могу попереться и вот очень простая такая техника листочек карандаш все что потребуется нам для этой работы мы разные как я уже сказал мы видим только лишь кусочек мира и каждый видит его по-своему но близость наступает только тогда когда наши ценности совпадают и вот здесь это есть настоящая по сути близость это важный супружеских отношениях дружеских в походе там или еще о чем-то мы тут с андреем недавно придумывали про гималайя поход я говорю а что будет худшим результатом человека с которыми совпадут наши ценности могут просто сходил в горы или просто просто купил билет в катманду и вернулся обратно опять же про ценности давайте просто предлагаю маленькую игру у вас сейчас нет листочков но я уверен что у вас есть салфетки так салфетками тут тоже все не так просто видимо нужно как-то исходить из материалов я бы сейчас взял лист порвал его на кусочки и вот такие кусочки у меня получились ну собственно говоря они у меня есть уже и на каждом отдельном кусочке я бы нарисовал одну свою ценность пять-шесть взял бы не больше а потом бы просто перед собой разложил их в иерархическом или в приоритетном для меня порядке позволяющим несколько что вот эта ценность для меня главное как сказала одна девушка которую я слышал она сказала что я в пользу чего я выбираю себя или в пользу чего я делаю выбор ежесекундно ежемоментно в процессе своей жизни собрали оценили а потом посмотрели сказать так а если я вот эту верхнюю приоритетную ценность уберу и поставлю вниз то что поменяется с моей системы буду ли я с собой а если верну и так далее вот именно попробовать поиграть вот это значит пятнашки для тех кто помнит что это такое еще и как раз было бы интересно ну что же я бы сейчас мы кое-какие моменты пропустим и я сейчас хотел бы вот что сказать ценности это вещь которая позволяет мне немного стать устойчивее в этот момент осознание своих ценностей позволяет мне понять почему я принимаю те или иные решения а для того чтобы осознавать принципы понятия решений и вообще что со мной происходит нужно сделать самый первый шаг это просто взять и ответить себе на вопрос а хочу ли я в этом разобраться вообще нужно ли мне это если ответ будет да то я могу сказать что это ваш выбор который позволяет более осознанно проживать но если ответ будет нет тогда есть знаете какой как бы цикл деминга он всегда помню планирование оценка изменения снова планирование тогда мы отвечаем на просто что меня те ценности которые привели меня в данную точку моей жизни они меня устраивают и все что со мной происходит мне нравится и ровно до того момента пока снова не заметил а хочу ли я что-то поменять своей жизни сейчас в данный момент исходя из того что происходит вокруг меня поможет ли мне это как-то двигаться вперед и вообще ценности является первым шагом создание своей персональной стратегии а персональная стратегия человека основываться на его мечтах и на его целях целях как целый андрей ярких и интересных собственно говоря следующий мой вопрос мне бы хотелось спросить о чем бы вы подумали после того как мы немного с вами здесь подискутировали ну а собственно говоря был с вами я и мне было очень приятно дистанционно смотря на и представлять что это не только он спасибо вам большое я я очень рад если есть какие-то вопросы то я с вами отвечу если нет я вас оставлю в вашем приятной атмосфере и надеюсь обязательно увидится лично еще раз хочу сказать что для вас для всех что вы видите здесь что мы ничего не знаем это не обещали а 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 Субтитры создавал DimaTorzok